Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с новостями Республики у Мартикиев. И вот некоторые события. В 23 школах региона полным ходом идут ремонтные работы. Более 66 тысяч жителей Карачаева-Черкесии до 2025 года обеспечат качественным водоснабжением. В Республике появится первый молодежный проектный офис. Экспорт молочной продукции из нашего региона вырос на 242%. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по готовности системы образования Карачаевой-Черкесии к новому учебному году. Отмечено, что в текущем году начался капитальный ремонт 23 школ. 18 из них по плану будут сданы в текущем году. Закуплено оборудование для классов, актовых и спортзалов, а также пищеблоков. При приемке особое внимание нужно обратить на антитеррористическую защищенность объектов образования, оснащение учебниками, подчеркнул Тимрезов. В этом году для обновления фонда учебников мы направили почти 12 миллионов рублей из республиканского бюджета. Кроме того, он обозначил важность организации школьного питания и постоянный родительский и общественный контроль за организацией этого процесса в школах. В 23 школах Карачаева-Черкесии полным ходом идут ремонтные работы. В этот список попали те образовательные учреждения, которые капитально не ремонтировались со дня открытия и требовали для приведения в порядок существенных финансовых вложений. Они были получены по народной программе партии «Единая Россия». На днях мониторинговая группа ознакомилась с ходом ремонтных работ в школе номер один Станицы Зеленчукской. Комментирует информацию член Совета Федерации России от Карачаевой-Черкесии Крым-Хазаноков. Работы ведутся на высоком уровне. Высококлассные строители, подрядчик, заказчик каждый раз общаются, какие-то вопросы на месте решают. И строительный процесс идет по плану. Хорошо по плану. Более 1400 социальных контрактов заключено в Карачаевой-Черкесии органами власти жителям региона в первом полугодии. Предварительный план на этот год предусматривал реализацию почти 2000 подобных соглашений. За шесть месяцев текущего года финансовую помощь на развитие личного подсобного хозяйства получили 417 человек, а на открытие собственного дела – 449. 380 контрактов жители республики заключили с органами соцзащиты для преодоления трудной жизненной ситуации. Для поиска работы – 160. Более 66 тысяч жителей Карачаевой-Черкесии обеспечат качественным водоснабжением до конца 2025 года. Активными темпами идет строительство карачаевского группового водопровода, что позволит обеспечить чистой питьевой водой около 27 тысяч человек – жителей 11 населенных пунктов республики. Работы по строительству систем водоснабжения ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме этого, в Карачаево-Черкесии строят еще два объекта водоснабжения, которые обеспечат чистой питьевой водой 15 населенных пунктов Хабецкого, Абазинского, Адгихабльского и Ногайского районов. Вместе с тем ведутся работы по строительству объектов водоснабжения и очистных сооружений туристско-рекреационного комплекса «Тиберда-Домбай». Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Домбая» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строиться обеспечивающей инфраструктурой, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра. Это электроснабжение. Работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры. Это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день. В пик сезона мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Дамбая. Поэтому Дамбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В ближайшее время в республике начнет функционировать первый молодежный проектный офис. Сейчас организаторы готовятся к открытию, намеченному на август. Его задача – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений, сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшулов. Будучи председателем студенческого совета, в свое время видел то, что у нас есть очень много талантливых ребят, которые просто не знают, куда идти, как обратиться, как правильно развить свой проект и так далее. И со всем этим я тоже сталкивался. И набив определенное количество шишек, я понимаю, что если у нас будет в республике такая площадка, где ребята смогут спокойно приходить, работать и развивать свои проекты, это будет плюс не только им, что они получат грантовую поддержку, будут реализовывать свои проекты, это будет плюс республики, потому что все грантовые средства привлекаются в республику. Экспорт молочной продукции из Карачаево-Черкесии вырос на 242% по сравнению с прошлым годом. Комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. За 6 месяцев Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора на территории Карачаево-Черкесской республики проконтролировало около 800 тонн молочной продукции для экспорта в Абхазию, Казахстан и Азербайджан. Продукция имела необходимые ветеринарно-сопроводительные документы, оформленные в системе электронной сертификации «Меркурий» и соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. Больше всего молочной продукции вывезено в Абхазию. Туда направлен широкий ассортимент продукции – масло, мацони, кефир, каймак, йогурт и молоко. В Казахстан откружаются мацони и кефир, в Азербайджан – сметана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции увеличился на 242%. Вступили в силу поправки, которые ужесточили наказание за повторное вождение после лишения прав. Введены высокие штрафы, уголовные наказания и конфискация машин. Подробности сообщила государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД Пу Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. Так, статья 12 прим. 7 Коап РФ. Управление транспортным средством водителям, не имеющим права управления транспортным средством, дополнено частью 4, согласно которой повторное совершение административного правонарушения, выразившееся в управлении транспортным средством водителям, лишенным права управления им, если такое деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Кроме того, федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 258 ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена новая статья, статья 264 Прим. 3, в которой устанавливается ответственность за управление автомобилем, либо другим механическим транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление транспортным средством, по части 4 статье 12 Прим. 7 Коап РФ. То есть, наказание будет применяться для тех водителей, которые уже два раза привлекались к ответственности в части лишения права управления транспортными средствами. В Карачаево-Черкесии растет число случаев телефонного и интернет-мошенничества. Аферисты постоянно изобретают новые схемы обмана доверчивых людей. Например, злоумышленники предлагают обменять кэшбэк на рубли или убеждают жертву оформить кредит, а деньги переводят на свой счет. Как противодействовать интернет-махинациям, рассказал управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. Для этого они запрашивают у человека данные карты и смс-коды, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услуги. Однако, получив эти сведения, злоумышленники крадут деньги со счетов граждан. Если вам поступил такой телефонный звонок, прервите разговор, самостоятельно перезвоните в кредитную организацию и выясните всю информацию, которая вас интересует. В том числе и по вопросу кэшбэка. Не сообщайте незнакомым людям данные своей банковской карты, номер срок действия, трехзначный код на оборотной стороне карты, пин-коды и смс-пароли. Не вводите данные банковской карты на непроверенном сайте. Не используйте одинаковые пароли для входа в свои аккаунты на различных сайтах. Не переходите по ссылкам в письмах от незнакомых пользователей и установите на все свои устройства с выходом в интернет антивирус и регулярно поддерживать его в актуальном состоянии. Байкеры из мотоклуба «Голден Игл» провели мотопробег по республиканской столице. В нем приняли участие и байкеры из Ставропольского края. Участие в мероприятии приняли представители рок-сообщества «Республики». Об этом рассказал веб-секретарь клуба Сергей Карданов. Мы собрали мото-сообщество, мото-братство, провели мотопробег по городу, мото-джимхан на территории площадки Дервейс. И мы хотим показать нашему местному населению, жителям Карачева-Черкесии, что в городе есть неформальное движение, неформалы любители рок-общества, рок-музыки. Тем самым мы объединились, рок-сообщество и мотоклуб «Голден Игл» и вообще все байкерское движение. С 26 по 28 августа в ауле «Иконхалк» пройдет праздник урожая «Сабантой». Он будет приурочен к столетию Карачаева-Черкесии и 15-летию образования Ногайского района. Гостей праздника ждут народные спортивные игры, перетягивание каната, метание камня и другие, концерт мастеров искусств, смотр Ногайских дворов, чествование тружеников сельского хозяйства, представители интеллигенции, спортсменов, а также различные конкурсы и розыгрыши. В том числе будут разыграны лотерейные билеты. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Днем в отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем при грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25-30, в горах местами до плюс 21. Местами высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 29 градусов. Высокая пожароопасность 4 класса. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил в марте Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.